начать эфир он никак не получался во всяком случае свой край вот у меня есть еще одна страничка и с нее я действительно хочу попробовать вот с этой страничке сделать эфир потому что мне кажется что есть какие-то важные вещи важные слова которые я могла бы донести для тех кто действительно интересуется этой темой хочу сказать что во первых мне очень приятно встретиться с вами после месячного отсутствия и мы с вами будем сегодня учиться радоваться и быть счастливыми но до этого я бы хотела спросить у вас для тех кто услышит видимо уже это в записанном виде да то я хотела спросить у вас знаете ли вы чем отличается праздник пурим от остальных праздников сколько раз нас хотели уничтожить и ни у кого это никоим образом не получалось в этот вообще праздник мы ведем себя несколько странным образом мы читаем с вами могилат эстер в которой нет ни одного слова про всевышнего мы переодеваемся с вами в разные костюмы выглядим очень странно да может быть кто-то вообще может сказать что вот в венеции есть карнавал и у нас тоже должен быть имеет ли это вообще какое-то отношение вот это переодевание к разным всяким карнавалом и разным всяким вещам которые происходят по всему миру так ли вообще это так ли все это происходит давайте попробуем с вами посмотреть чем отличается пурим от других праздников в этот день мы с вами не говорим аллель да мы не упоминаем в этот день никоим образом всевышнего что такое аллель вы знаете это мы благословляем всевышнего есть там выдержки и стрелим специальная такая молитва вот опять же как может еврейский праздник а обходиться без присутствия всевышнего без присутствия мы как мы можем его не благословлять давайте постараемся вспомнить нашу историю и понять что не было такого момента вообще на протяжении всей нашей истории когда нас хотели уничтожить всех одновременно в один день просто такого не было сейчас я попробую пригласить здесь людей неких людей чтобы они могли услышать все таки этот шеду этот этот нашу беседу с вами до чтобы каким-то образом мы могли продвигаться чтобы этот эфир все-таки смог дойти до других людей и так я говорила про нашу историю что не было такого такой вообще такой ситуации когда один человек который владел был практически владельцем владельцем всего мира аман отдал приказ на 100 действующий в 127 странах какой приказ он отдал он приказ в этот день уничтожить весь наш народ от младенцев до младенцев до стариков до женщин мужчин полностью в один день то есть это не то что как было в разных других странах в разные другие наши тоже горькие минуты если где-то нас пытались уничтожить мы могли убежать в другую страну уйти куда-то нет здесь его направленность была такая что в каждой стране община именно это определять община этой страны не евреи вместе собираются и делают общественный погром именно он дал 24 часа всем странам чтобы взять и сделать полное и окончательное окончательное уничтожение нашего народа он не посылал армию это не было в том смысле как у других народов было наше уничтожение четко организованное нет здесь просто все общины должны были собраться каждый на своем месте в каждой в своей стране и уничтожить евреев бежать евреям было некуда случилось действительно чудо посредством эстер да и мы еще раз спрашиваем как же в такой день не упоминается всевышний немножко странно да с одной стороны всевышний не упоминается а с другой стороны присутствует имя эстер хотя мы знаем что царицу эстер звали адас да и тем не менее везде она указывается как царица эстер одно из объяснений что конечно не может быть такого что все то что произошло произошло без того чтобы всевышний там участвовал всевышний переоделся вошел в эстер и сделал это чудо которое казалось со стороны совершенно не чудом неким стечением обстоятельств да как во всех нам известных анекдотах что оно все само происходит эстер скрытая спрятанная да посредством эстер произошло это чудо поэтому одно есть одно из объяснений почему имя всевышнего не упоминается да и есть такое объяснение что могилат эстер было повели ночи было принято читать на всех углах в разных странах да это не так как сейчас только в синагогах остановились на улице и читал могилат эстер это было повеление и если бы там было указано имя всевышнего то другие народы могли заменить имя всевышнего на имя их богов или башков или так далее и сказать вот это наш бог спас ваш народ да поэтому было решено и принято что имя всевышнего не будет упомянуто в могилат эстер и не будет опять же как я вам сказала уже прочтение прочтение и леля в этот самый день и первый кто переодевался в порем как я только что оказала это был всевышний который переоделся в эстер да поэтому и мы теперь у нас принято что в этот день мы все переодеваемся итак сейчас мы подходим действительно к теме самого заявленного урока и хочу сказать что еще раз сказать еще раз напомнить что сейчас месяц адара и у нас есть заповедь как я уже говорила радоваться и веселиться заповедь стать счастливым заповедь стать счастливым заповедь радоваться что это вообще такое хочешь быть счастливым будь им да так вот один из шагов научиться дарить счастье другим а мы с вами сейчас на самом деле мы с вами рассмотрим три шага поступательных три шага как стать радостным и счастливым одна из очень важных вещей здравствуйте первый слушатель который здесь появился из гамбурга здравствуйте слава богу что каким то образом добрались разными тропами да к моему уроку это очень приятно итак одна из важных вещей которую надо тут понять что мы проецируем на других людей то что находится у нас с вами внутри но скажите мне пожалуйста как мне радоваться как мне быть счастливым если я на кого-то обижен если мне плохо внутри что такое заповедь в месяц адар бери и радуйся и будь счастливым ну как как мне это сделать итак первый шаг который я вам советую это освободить внутри себя место от обид и от плохого что находится внутри внутри каждого из нас вообще надо сказать что чувство обиды она принадлежит она принадлежит к нашим самым первичным таким так сказать эмоциям то есть нас кто-то обидел и наша реакция часто это обида поэтому так получается что человек сначала обижается а потом уже приобретает не приобретает некую мудрость и надежность начинает оценивать людей и ситуацию если мы посмотрим на маленьких детей то детям свойственно обижаться и поэтому мы взяли это качество от детей и когда мы обидели что мы ведем себя как дети но это тот самый обязательный урок который каждый из нас должен обязательно пройти самое важное это не застрять и не завязнуть в этих обидах ну конечно все люди разные и каждый из нас уникален чем-то своим но как нам это увидеть в другом человеке когда ты на него обижен тогда нам надо сконцентрироваться именно на хорошем что есть другом человеке и ни в коем случае не надо концентрироваться на обиде и на плохом да то есть многие люди привыкли обижаться и делают это достаточно часто у них это входит в некое такое в некую привычку и в результате у них накапливается в течение всей их жизни очень много старых обид старых болей которые сами по себе никуда не исчезают ничего не может само исчезнуть человек постоянно вспоминает какие-то неприятные вещи он их переживает да некоторые вообще планируют месть другому человеку некоторые просто кушают сами себя и так далее и так далее месяц одар это тот самый месяц когда необходимо выйти из этого отрицательного состояния и перейти совершенно на новый уровень конечно лучше бы что сделать повернуть что вспомнил так так окей конечно лучше бы нам делать подготовительную работу до месяца одара но для тех кто прозевал эту подготовительную работу и не успел все это сделать можно постараться сделать это сейчас чтобы уже к порему когда осталось нам совсем немножко дней мы уже пришли с полной возможностью радоваться и выполнили нашу митву на полностью на сто процентов и так мой личный совет вам да как мы избавляемся то есть я сказала первое что мы делаем мы вынимаем из себя отрицательное освобождаем место для положительного да и вот то что я советую берем с вами ручку да и как можно красочней мы описываем все свои обиды или несколько обид да мы все это выливаем на бумагу всю нашу горе там все наше негодование всю нашу злость обиды даже можно написать это в самых там малейших деталей чем больше мы из себя вынем тем больше у нас останется хорошего места да то есть таким образом мы совершили первый шаг вынули из нас наши претензии один из советов это что перечитали все что было плохое у нас и что мы с этим сделали это уже не на поверхность это уже не в нас это уже вот у нас тут вот на бумажке написано что мы с этим делаем конечно хозяин барин мы должны принять решение кто нами руководит руководить нами наша обида или мы руководим нашими действиями да и лучше всего я советую всю эту нашу обиду просто порвать убрать из нашей жизни все выкинуть этого больше нету конечно кто хочет может это хранить и там переживать как мне было плохо и так далее и так далее но лучше дать место чему-то хорошую да мы даем место войти всевышнему и добрым делам в нас то есть ура есть свободное место в душе плохое вынутое наступает новое время и мы как в чистую новую квартиру который вот с этим нам дали чистую новую квартиру мы ее хотим сделать красивой мы хотим ее сделать такой куда нам с вами приятно прийти и что же как мы начинаем этот выбор как правильно начать выбор того что мы заносим вот в этот новый дом в свою душу в новую квартиру и тут я вам советую опять же еще не отказываться от ручки и бумажки наше сознание должно дать нам такую новую установку поиск того хорошего что произошло с нами в нашей жизни и мы по пунктам начинаем записывать да можно начинать с крупных событий потому что мелкие не всегда приходят к нам в голову причем хорошим может быть все абсолютно угодно да поблагодарить всевышнего что у нас есть руки-ноги что мы здоровы что мы имеем работу за то что наши дети там веселые и довольные кто-то внуки у кого кто что есть да можем поблагодарить за удачное истечение обстоятельств или просто за покой или встречу с хорошим человеком ну и конечно надо поблагодарить за то что может быть мы попали где-то в неприятные положения и смогли выйти из него правильно и так мы все это записываем кстати если вы готовы начать над собой эту работу серьезно то я советую вам купить красивую какую-нибудь такую тетрадку или книжечку или типа дневника что-то да и держать ее у себя всегда на виду и каждый вечер или в какую-то свободную минуту записывать туда все хорошее что с вами происходит все что у вас есть хорошее в жизни чтобы было у вас там поначалу это может быть оказаться очень непросто искать что-то хорошее в каждодневной повседневной вашей жизни но если ваше сознание будет получать от вас вами постоянно такую установку каждодневная ищи хорошее вид хорошее то начинается работа некого механизма формирования привычки для того чтобы ваше личное сознание полностью перестроилось и вот у вас уже сформирована или формируется устойчивая привычка замечать хорошее в вашей жизни плюс этого занятия в том что у нас меняется точка восприятия этого мира а также меняется абсолютно полностью наш внутренний настрой и отношение к тому что с нами происходит совершенно четко необходимо помнить что мы никогда не получим то что мы хотим если мы не будем благодарны за то что мы имеем и это наш второй шаг я вам обещала говорить про три шага вот второй шаг это начать уметь благодарить за то что у нас есть теперь когда мы дошли до того что да плохое убрали хорошее увидели начали за него благодарить теперь у нас есть силы и возможности и почва базис для того чтобы мы приступили к третьему шагу который выливается прямо из первого и второго и это слово благодарность 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 это слово непростое она включает в себя два слова соединение благо и дарить то есть мы получаем благо от всевышнего и тогда получив это благо в наших силах дарить благо или делать что-то хорошее другим один из самых лучших способов стать счастливее это осчастливить ближнего у нас написано в рамбами что нужно делиться с бедными в день пурима и не менее чем с двумя бедняками и каждому нужно дать как минимум один подарок или деньги или горячую пищу или какую-то другую еду и сказано подарки бедным два подарка двум беднякам да и не следует считать то что мы дали в пурим другим отсчитывать это и высчитывать и говорить ох это у меня вышло из кармана сколько денег я на это потратил не дай бог чем больше денег вы потратите в пурим на бедных тем больше возможности у каждого из вас изменить вашу судьбу именно в этот день пурима да пурим кипурим если йома кипурим это наш судный день то пурим он тоже как йома кипурим он наш судный день хорошими делами мы меняем нашу жизнь посмотрите какая радость какое счастье от того что понимаешь что ты можешь изменить свою судьбу ты можешь изменить судьбу другого человека да то есть счастье которое ты получаешь от хорошего отношения к другим людям создает некую такую цепочку обратной связи положительные эмоции поражают что порождают порождают что они у нас порождают они у нас порождают благожелательность в ответ которые в свое в свою очередь по своему делает с одной стороны вас счастливым а с другой стороны доброта и хорошие поступки они имеют некий заразительный эффект то есть тот кто видел на себе или испытал что-то хорошее он сам склонен быть добрее и лучше то есть ты сделал мы сделали каждый из нас делал один добрый поступок который вот эту цепочку то есть вот как говорится когда мы берем от свечи огонь то от свечи не убывает а наоборот прибывает и больше и больше становится хороший вот то же самое с хорошими поступками проявление доброты рождает некий такой эффект домино который распространяется и на ту часть человека который сделал добро и на то кто получил и на то кто его видел то есть мы воспитываем наших детей дети видят те самые хорошие поступки которые мы делаем соответственно это их воспитание мы счастливы они счастливы все радуются митсва гурерат митсва авера гурерат авера то есть хорошее притягивает хорошее плохое притягивает плохое ваш выбор что вы хотите выбирать если мы выбираем радость и счастье то в еврейском понятии радость она всегда сопровождается хорошими делами которые приводят в этот мир новые 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 хорошие поступки так что давайте с вами еще подумаем что важно для проявления и создания вот этой радости и счастья то есть одна из вещей про которую мы говорили но это более я вам как бы говорю подробно одна из вещей это отзывчивость да без отзывчивости нам очень трудно совершать хорошие какие-то поступки это отзывчивость она рождается более менее казалось бы это естественный поступок она у нас рождается естественным путем и мы начинаем чувствовать связь с другими людьми и мы способны им сострадать да наша заповедь которая у нас есть в месяц адар говорит о том что наша радость и наше счастье увеличивается от нашей отзывчивости также чувство причастности мы с вами как еврейский народ являемся одним целом одним народом да если у одной если болит у меня рука или плечо то все мое тело это чувствует если одному еврею плохо то каждому из нас тоже должно быть неуютно и каждый из нас хочет особенно в эти дни нас есть возможность увеличить да то есть мы причастны к боли каждого человека и в наших руках практически как Всевышнему да который спрятан в каждом из нас в каждом из вас есть частичка Всевышнего каждый из вас может пойти и сделать какой-то хороший красивый поступок в общем сегодня мы с вами постарались поговорить о том что результат что наша радость и наше счастье которое мы испытываем которое мы можем испытывать которое у нас есть заповедь испытывать это результат нашей работы над собой быть счастливым непросто быть радостным непросто недостаточно петь песню если кто-то понимает что вот заповедь месяца дара это ходить петь песни там кувыркаться и так далее это хорошо но это только некое внешнее проявление главное это умение давать другому человеку приносить свет в этот мир желаю всем радостного месяца адара видите у нас как получилось что наш эфир тоже немножко вышел кривовато истер бы истер да скрыто как в могилат истер но главное что он надеюсь дойдет до тех или дошел уже до тех кому действительно это интересно и важно радостного праздника пурим самэх всем всего хорошего подпорожи накид м м м Продолжение следует...